Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы вспоминаем пророка Илью. Святой Божий пророк Илья — это по праву один из величайших святых, он величайший пророк Ветхого Завета, и мало кто знает, что на самом деле он первый встречающийся на странице Ветхого Завета девственник, то есть он не просто своей душой и своими внешними какими-то делами старается исполнять заповеди Божии, но он старается и самое сердце, и тело, и душу, и сокровенные мысли сердечно посвятить Господу, и он хранил девство, то есть в каком-то смысле вел такой вот монашеский образ жизни, так что впоследствии, когда подвижники пытались прославить какого-то святого отца, то они сравнивали его с пророком Ильей, ибо именно пророк Илья явил вот такую монашескую строгость жизни. Вот что характеризует именно пророка Илью, когда мы говорим о нем? И вот есть такое понятие, как дух пророка Ильи. Помните, о святом Иоанне Крестителе говорило, что он пришел в духе и силе пророка Ильи. Что это за дух? Это прежде всего ревность о славе Божией, вот ревность до полного самозабвения. Он думает только о том, как бы вот прославить Бога на земле, и чтобы вместо язычества была истинная вера. И поэтому на страницах Священного Писания, это Третья книга Царств, и отчасти немножко Четвертая книга Царств, там пророк Илья выступает именно как обличитель нечестивого царя Ахава. Причем царь Ахав сам по себе, он был, наверное, такой человек не очень жесткий, но у него была жена Иезавель, которая являлась дочерью Сидонского царя. А это ведь уже языческие земли. Именно оттуда, из тех языческих земель, она приносит на святую землю культ языческих богов и прежде всего культ Ваала. А бог Ваал, он считался покровителем плодородия, богом солнца, жизненной силы. И вот, чтобы полностью разбить это почитание, пророк Илья, по Божьему слову, наводит засуху на израильскую землю. И если Ваал покровитель плодородия, то где же ваше плодородие? Где же ваш бог, которому вы стали недавно обращаться, на которого вы променяли истинного бога? И действительно, по слову пророка Ильи заключается небо, так что не дается ни дождя, ни росы. И в данном случае Илья, он продолжает, и он исполняет слово Моисея, который предсказывал, что если ты, Израиль, отступишь от Господа Бога и пойдешь вслед других богов, то небо твое станет как медь, земля как железо, и не будет ни дождинки, а на земле ни капли росы, так что никакого благословения Божьего ты не наследуешь. И вот это исполняется через пророка Илью. Он наводит засуху, которая длится практически три года. При этом сам Илья тоже готов был терпеть те же самые скорби, беды вместе со своим народом. Он тоже подвергается этому голоду и жажде, но его спасает Господь, и Господь ему повелевает идти к потоку Харафа, рядом с Иорданом, где есть источник воды, а вороны, по Божию повелению, приносят ему пищу. Через некоторое время поток высыхает, и тогда Господь направляет Илью в Сарепту Сидонскую, где он встречает одну вдову, благочестивую женщину. Вот когда мы читаем о пророке Ильи, то не всегда мы внимательно замечаем вот такие удивительные какие-то места, параллели. Вот посмотрите, Иезавель, она была из Сидона, но при этом она язычница и женщина нечестивая. Но точно там же, в этой Сарепте, который город Сарепта находился рядом с Сидоном, там живет благочестивая женщина, вот эта бедная вдова, у которой практически уже не осталось пропитания, немного муки и немного елея. И вот к ней как раз приходит пророк Илья и говорит, дай мне попить. Вдова тут же прекращает все свои дела, вот она идет за водой, и пророк Илья говорит ей, а заодно приготовь мне пищу. Причем она-то сказала, что вот я и мой сын, у меня стало совсем мало муки, и я приготовлю лепешки, после этого мы умрем. Но пророк к ней обращается вроде бы с такими строгими словами, он говорит, ты сначала приготовь для меня, а для себя и для сына твоего приготовишь потом. На самом деле это было такое испытание Божие для этой вдовы, и вот она проявляет удивительную жертвенность, она действительно, ведь голод, представьте, последние какие-то крохи остаются. Но она все бросает, забывает о себе и даже о своем сыне, и вначале угощает этого странника, то есть святого Илью, а потом уже собирается готовить для себя и для своего ребенка, и вот тут и происходит чудо за эту ее жертвенность, бескорыстие. По слову пророка Ильи, у нее не прекращалась мука и вот этот елей, масло растительное тоже не прекращалось, пока святой пророк жил у нее. И вот пророк Илья на самом деле, он неоднократно в истории такие чудеса совершал. То есть не надо думать, что он только строгий обличитель, он еще и благодатный питатель. И вот святитель, священомученик, священноисповедник Афанасий Сахаров, который много лет провел в ссылках, он общался с другими исповедниками, новомучениками, и вначале он услышал это от святителя, священомученика Кирилла Смирнова, что тот особо почитает вот в эти голодные годы, когда гражданская война и потом гонения на церковь, он особо почитает пророка Илью и молится ему каждый день. И благодаря этому было такое удивительное наблюдение, что пока они молились, то у них не было недостатков пропитания. Вот когда владыка Афанасий как раз с владыкой Кириллом встретились в тюрьме, то они именно там молились пророку Ильи, и им постоянно приходили какие-то посылки, а на праздник пророка Ильи пришло такое количество посылок, что те, кто носили эти коробки с передачами, они просто все вымотались из сил, и на их камере написали продуктовый склад, такую вывеску повесили, продуктовый склад, потому что на день пророка Ильи просто изобилие вот этих посылок передач пришло. И владыка Афанасий, он даже отталкиваясь от тропаря, святому пророку Ильи, сочинил свою молитву, которую каждый день читал. Она звучит так. «Во плоти ангел, пророков основания, вторы притечи пришествия Христова Ильи славны, от ангела пищу приемы, и вдовицу во время глада напитавы, и нам, почитающим тебя, благодатный питатель Буди». Вот святой пророк Ильи, как он сам при жизни, во-первых, ворон приносил ему еду у потоки хоров, потом Господь по его молитве питает эту вдовицу, а потом был такой момент, когда ангел приносил ему пищу. И вот в чем святой прославился на земле, тем самым он помогает и нам тоже в какие-то трудные времена. И встречались вот тоже такие подвижники, молитвенники, которые рассказывали, что по молитве пророку Ильи у них тоже не прекращалась еда в самые трудные годы, допустим, во время Второй мировой войны. Но эти случаи, конечно, исключительные. И вот если вот брать уже пребывание пророка у этой бедной вдовы, то мы также вспоминаем, что святой Илья, он воскрешает ее сына. Когда ее маленький вот этот сын умирает, она не знала, что делать, и пророк берет его к себе в свою комнату, трижды простирается над ним, и по молитве его этот отрок воскресает. Причем есть такое предание, что вот этот мальчик в будущем был сам пророком, потому что это пророк Иона. Помните, Спаситель говорит, что не дастся знамени вам, кроме знамени Ионы пророка. Конечно, пророк Иона, мы помним, он был проглочен вот этим китом, три дня там находился, а потом, когда он раскаялся, готов был все-таки исполнить слово Божие о проповеди Ниневии, то кит его выплюнул, и он пошел продолжать свое дело. Но вот это пребывание в очреве Китая – это только образ. А в детстве пророк Иона, согласно вот этому преданию, уже был воскрешен, был воскрешен пророком Ильей, и в этом смысле Иона действительно являлся как бы знаменем воскресения Христова. То есть вот такие интересные наблюдения. А сам Илья, после этого мы знаем, он приходит вновь к царю Ахаву и проводит такое наглядное испытание с волхвами, с жрецами и пророками Ваала, которых было 450 пророков Ваала и 400 пророков Астарты. Дубравные они назывались, пророки Дубравные. И помните, когда они взяли себе по телецу, и пророки Вааловы с утра и до самого вечера бесновались вокруг своего телца, пытаясь вымолить у своего идола, истукана, и ложного бога Ваала огня. А ведь Ваал почитался еще и как бог солнца, но так жертва их и не возгорелась огнем. И когда уже наступал вечер, вот пророк Илья произносит краткую молитву. Перед этим жертву полили несколько раз водой, он произносит молитву, в которой просит Бога показать наглядное чудо, чтобы сердца израильтян вновь обратились к Богу. И нисходит пламя, нисходит пламя огня, которое попаляет эту жертву. Вот Илья – это огненный пророк. Он действительно низводил огонь с неба. Он попалил эту жертву, а чуть погодя, он попалял даже и людей, которых посылал за ним следующий после Ахава царь Ахозия. Вот этот огонь – это, конечно, символ такой строгости божественной, божественного наказания нечестивых грешников. Но вот в повествовании о житии самого Ильи мы встречаем одно интересное и сокровенное повествование, когда Илья вот все время борется, пытается наказать этих грешников. Он показывает такие очевидные чудеса, свидетельства о Боге, но при этом его вразумляет сам Господь. И как это получилось? Вот когда Илья приходит на гору Хариф, это час горы Синай, где Моисей получил закон от Бога. И там как раз Илья изливает свою сердечную горечь о том, что израильтяне оставили Бога. И Господь являет себя пророку Ильи, но являет каким образом? Сначала Ильи было сказано, выйди и стань на горе пред лицом Господнем, и вот Господь пройдет и явит тебе себя. И после этого описывается, каким образом Господь пытается вразумить и показать себя пророку Ильи. И вот большой и сильный ветер, раздирающий громы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясение Господь. После землетрясение огонь, но не в огне Господь. Для чего даются эти предварительные видения? Для того, чтобы показать, что да, Господь может наказывать и производить какие-то страшные такие устрашающие людей, ужасающие грешников действия на земле, но не в этом сущность Божия. И вот сам Илья, он своей молитвой низводил огонь с неба. А тут сказано, что является ему после землетрясения огонь, но не в огне Господь. То есть, сам-то Господь не есть вот эта вот наказующая строгость, не есть жесткость. А что же дается? После огня веяние тихого ветра, и там Господь. То есть, Господь по своей неизреченной сущности есть прежде всего любовь. Тихая, кроткая и смиренная любовь, но люди Ветхого Завета еще не совсем подымались до познания этой истины. Всюду царила вот такая жестокость, строгость, и поэтому грешники, язычники, они наказывались вот соответственным образом, достаточно такими страшными знамениями. А сам Господь пытается потихонечку подвести людей к познанию той истины, что Бог это не наказующий огонь, не землетрясение, которое уничтожает всех и вся, не бури, не какие-то ветры, а тихое прикосновение благодати, которое умягчает сердце человеческое, смиряет его и возводит к высотам кротости, терпения, любви. И поэтому в Новом Завете, вот когда два апостола, Иоанн Богослов и Иаков, они, когда их не приняли в одном самарийском селении, они говорили Господу, вот хочешь ли мы изведем огонь на это селение, как и Илья сотворил, то Спаситель сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить, а спасать. И вот так они пошли в другое селение, но зато они усвоили этот дух новозаветной любви, и именно этот дух им впоследствии стал привлекать людей. Но тем не менее пророк Илья, он вот как раз приняв это в разумление сказанное, услышав сие, Илья закрыл лицо свое, милотью своею и вышел, и стал у входа в пещеру, то есть и сам Илья, он тоже смиряется, он полностью принимает то, что Господь ему открывает, а Господь говорит, что ты напрасно считаешь, будто бы только язычество распространилось среди народа израильского, потому что я сохранил для себя семь тысяч мужей, которые не преклонили колен перед валом. То есть были такие почитатели истинного Бога, вопреки царским вот этим языческим указам. Ну и дальше мы знаем, что пророк Илья, он возносится на небо, на огненной колеснице. Это, конечно, образ благодати Божией, восхитивший пророк Илья в сокровенные и неизвестные для нас небесные сферы, где он сохраняется именно с телом, и по сей день он находится там. Он являлся вместе с пророком Моисеем Господу на горе Фавор во время преображения Спасителя. И таким образом показано, что Господь Иисус Христос, он владыка неба и земли, ему подчиняются закон и пророки. Моисей – это образ закона, а Илья – это образ пророков. Ему подчиняются живые и почившие, мертвые. У Бога нет, конечно, мертвых, у Него все живы, но те, кто расстались с телом, они тоже в руках Божьих, вот как Моисей, который почил в свое время, а Илья живым был взят на небо. Они слуги Христовы. И поэтому они явились Господу во время его преображения, как предстоящие ему его слуги, служители. И впоследствии мы знаем, пророк Илья, вот так говорят святые отцы, он явится уже в апокалиптические времена для того, чтобы обличать Антихриста. И тогда уже он отдаст тоже вот эту дань смерти, примет телесную смерть за исповедание Христа, за открытую его проповедь о Христе. Но эти времена для нас сокрыты, а ныне пророк Илья пребывает на небесах вместе со своим телом и слышит молитвы всех, кто к нему обращается. Поэтому не будем унывать, если нас постигают какие-то скорби, а вспомним, что у нас есть благодатный питатель, как говорил о пророке Ильи, святой владыка Афанасий Сахаров. И в трудные времена тоже будем ему молиться в надежде, что он нас не оставит своей благодатной помощью. Аминь. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok